Давайте, говорите, пожалуйста. Да, я просто так, ну, нету конкретной темы, о чём хотел бы поговорить. Ну, у нас сегодня снег выпал. А вот, это же Алтайский край, да? Алтайский край, да. Ага, деревни строите, правильно? Ну, разговор строится как. Кто как построился, так и есть. Новых-то жильцов нету. Никому это не по силам сегодня. Надо самому дом построить, завести хозяйство подсобное. А что со школой у вас там? Дети учатся, нет? Ну, а что там учатся? Это два ребёнка. А, да? Ну, да каково тут на 30 человек-то? Которые дети были, 21 был человек. Выросли, 30 лет, кто, университеты закончили. А вот, ну, два ребёнка, а что с ними, с этими детьми, которые? Ну, как, учителя преподают до 9 класса. А, да, всё-таки есть, да, школа? Школа есть, сохранили. Школа, это был главный ключ к разрушению деревни. Школу закрывали, люди разъезжались. А мы добились... Кто-то финансирует вас, нет? Нет, он как? Это государственная школа. Государственная. А каждый живёт от своего прибытка. Кто-то держит свиней, кто-то коров, кто-то овечек. Я понял. Ну, у вас где-то определённые законы, если хотите кто-нибудь переедать. Ну, законы... Да, устав деревенский есть, где нельзя на территории деревни даже курить. Я понял. Ну, вы получаете государственные, а законы ваши, да, получаете? Ну, а государственные законы у нас зарегистрированы в краевом отделе юстиции, устав. Нет, государственные законы действуют у вас или нет? Ну, как, они на первом месте, божественные законы, а потом государственные. А это государство мне не запрещает, чтобы не курили. Нельзя материться. Я понял, я понял, я поддерживаю вас. Ну, просто как с законом обходится, получается, это же дело. Ну, что он закон сделает? У нас написано, на территории деревни курить запрещается. И что? Вот только приехал спецназ, когда были, это безумная акция-то. Тут уже не слушали, но при мне они не курили. За 30 лет никто не закурил. А вы уже 30 лет там, да? Да, ровно 30, но и сейчас, в случае, как раз. А мусульманины туда можно, нет, переехать? Ну, а мы их не видим. Да и он, что мусульманин будет делать здесь, когда все православные? Мы будем беседовать с ними. Это православное поселение. Оно регистрировалось, как православное. Строит на православных, старинных, благочестивых обычаях. На Евангелии. Нет. Я, ну, хочу уточнить, я задал, как мусульманин. Если там, а ты, если будь безмусульманин, принимайте их тоже или нет? Если захочет человек переехать туда. Ну, это мы слышали эти разговоры, только никто не захочет переехать. Без разрешения деревенского совета он не будет здесь. Он приедет, он как чужой, что он будет делать? Ему надо строиться. А где он будет строиться? Это все через деревню. А деревенский совет не дает разрешения, там ему не дадут и земли. Ну, деревенский совет, считаете, злым главным, да? Я не считаюсь, я городской житель. Я 4 месяца только здесь. Потому что, если он мусульманин и согласен соблюдать наши условия, не ругаться, не пить, не курить, не воровать, тогда входит закон. Закон-то наш какой, чтобы люди... Я имею в виду, это мусульманин молится по-другому же. Это не помещается вам. Ну, как мешать он будет? Надо им, пускай они строят там свою мечеть, там молятся, будем беседовать. У нас еженедельно, в воскресенье занятия идут. Они будут свои вести занятия, мы будем к ним приходить. Отлично. А у вас есть ненависть там друг к другу с мусульманином? Ну вот, я могу сказать, у меня большая переписка с женой Мулы. Мула. И когда мы по южным регионам ездили, наша ставка была в доме Мулы. У нас очень хорошее отношение. Ходили вместе в мечеть молиться, потом пошли в православный храм. Я у них молился в мечети. Я понял, просто я к чему ваши ролики смотрел, или вы сами говорили еще, мне лично, что мусульмане живут в разврате. Это оскорбление. Ну, в разврате. Четвертая сура, третий аят, считайте. У православных, если ты дорогой ехал, женаты, повенчали, и один раз в дороге с кем-то женщиной совокупился, его на 7 лет отлучают. А у них 4 жены нищие. У нас даже за разврат не считается безумие. Я по своим законам, не по вашим. У нас закон такой. Если посмотрит на женщину, вот я в окно посмотрел, она мне понравилась. И я не трогал, и она уехала, и все. Но я подумал, вот бы мне с ней там переспать. Я уже прелюбодействовал. Наши законы с вашим, это как небо над землей. У нас то же самое? Ничего подобного у вас. Вот писали недавно, один совершил 200 свадеб, и ни разу закон ваш не нарушил. Пятую берет, а четвертую под задницу. Нет, сейчас не звонят, я извиняюсь. Видите меня, нет? Я вас вижу. Да, да, да. Нет, вы начинаете сейчас опять говорить о людях, что делают, что там. Да не надо про это говорить. Кто бы он ни был, кто? Артист какой-то. Киркоров. Женился второй раз. Или венчается, там, Пугачева второй раз. Это разврат. Это не разрешается при живой жене одной, вторую иметь. А здесь официально, четвертая сура, третий аят, вам разрешает это? Да, я имею в виду, если какой-то там христианин делает какое-то плохое дело, это не значит, что христианство такое. Я имею в виду, если какой-то мусульманин должен неправильно поступить, это не значит, что ислам такой. У него не считается неправильно, вы не лухавьте. Официально, по вашей книге, которая считается для вас священной, тут написано определенно, четыре жены имеют право. Вот и все. Зачем обманывать-то? Я не о многоженстве. Я говорю, как вы говорите про зрение. Вот посмотрели на женщину, про любодитель совершили. У нас то же самое. На чужой ты смотрел, это уже при любодеянии считается. Зачем ему смотреть, когда у него четыре в доме? Ну, чего тут лухавить это? На пятую смотреть? Чего сравнивать-то? У нас, если у него появилось две жены где-то есть, его со всех должностей скинут. Он никому не нужен. Ну, Путин развелся, больше у него нету. А у Рамзана Кадыра официально вторая жена. И его никто не осудит. Его вера разрешает. Наша вера не разрешает этого делать. Называется разврат. Ну, я помню, что вы даже своих пророков называли развратниками. Никто не называл. Вы обманываете это. В Ветхом Завете это разрешалось. В Ветхом Завете. Это у Иакова было две жены и две наложницы. А потом еще там в комментариях этого видео написал один христианин. Привел доводы, что Бог неизменим. И с самого начала. Вначале он чего-то разрешал, потом запрещал. Он изменился. Вот какой гумер. Человек изменился, а не Бог. Бог тот же. И он там делал, как с ребятишками разговаривал. А у православных теперь на мужа совершенно показывает Господь. Я имею в виду именно христианские учения. Он написал в комментариях. Вы клянетесь когда? Вот у вас вот на каждом шоку. Клянусь, клянусь. У нас клятва запрещена намертво. В Ветхом Завете было поклялся, соблюдай. В Новом Завете ни под каким видом. В Ветхом Завете было так. У которого животного копыта разбойное, а жвачки нет, как свинья. Есть нельзя. Левит 11 глава. В Новом Завете разрешается любая пища. С молитвой ощущается. Любая пища разрешается. Ну, я вам рассказал. Нет, я понял. Ну, в Новом Завете где это именно сказано? Что-то все прерывается. Что у вас прерывается-то? Исключают, выходят. Я извиняюсь. Мне звонят просто. Я не мог вас не слышать ничего. Что за вопрос? Я извиняюсь. Мне звонят просто. Что за вопрос? Повторите его, пожалуйста. Ой. Что за вопрос? Реально, я тоже забыл. Какой вопрос был? О чем вы разговаривали? Вы разговаривали о том, что ваша вера вот такая. А я говорил, а у нас вот такая. Вот об этом мы говорили. У нас вера христианская. Христос умер за нас, и мы верим в искупительную жертву. У вас этого вообще нету. А, вот и все, я вспомнил. Вы хрещение не имеете, нерождение свыше. Самые главные моменты. Веры христианской у вас вообще нету. Меня иногда спрашивают мусульмане. Знаешь, что я знаю закон. Дружба такая с мусульманами. Вы не хотели ислам принять? Я отвечаю, человек в здравом уме. Менять небо на землю не будет. Ну, ладно. А Новый Завет, где разрешается, можно есть свинину? Ну да. Всякое творение Божие хорошо, ничто не предосудительное, если принимается с благодарением молитвой. Послание апостола Павла к Тимофею. Определенно и четко. Всякое творение. Слушайте, всякое творение. Есть люди, которые запрещают есть. Это бесовское учение. Прямо дальше говорится. Бесовское учение. Которое запрещает вступать в брак. Дескать, если женишься, не спасешься. Это считается от сатаны. Такое учение. Я понял. А насчет этого, если атеист там зарезал животного? Как? Что с ребенка животного? Нет, нет, нет. Ребенок это неправильно. Если там зарезан не по религиозным путям. У вас есть определенный, как надо резать по-христиански? Нет, не написано. Главное, чтобы кровь вышла. С кровью нельзя. С кровью нельзя есть. Пятнадцатая глава Деяния апостолов. А это Новый Завет? Новый Завет. А вы сказали, любую пищу, типа, можно есть. Да, да, это в Новом Завете написано. Апостола Павла послали к Тимофею. Любую пищу можно есть. Любую. Лягушку, змею, какую угодно. Китайцы православные, они едят все подряд. Жуков едят. Нет, мы не о людях говорим. Мы о учениях. О учениях любое. Всякое творение. Хорошо. Всякое. Слушайте, всякое. То есть любое. Ничто не предосудительное, если принимается с благодарением и молитвой. Чтобы я помолился и поблагодарил Бога. Любая пища. Но мы не едим мяса никакого. Ни баранины никакого. Это наша группа. Мы в рот мяса никакого не берем даже. Почему? Воздерживаемся. Хорошее здоровье. Дорого стоит. А если есть, вы не отказываетесь, да? Я вот не ем его полвека, допустим. 50 лет в рот не беру. И мне нужды нет. Никакого алкоголя. Ни пива. Ни брашки. Ничего не разрешается. То есть, мне это не надо. Я христианин. И мне зачем это нужно? Я должен трезво рассуждать. Трезво жить. Нет. Вот я один момент хочу уточнить. Все-таки, наверное, у меня не получается объяснить вам. Ну вот, разрешается любая пища. Любая пища разрешается. Ну, вам заметить. Я уже третий раз говорю. Ну, хорошо. Следующий вопрос. Если разрешается. Почему? Если без крови нельзя кушать. Здесь-то нет вот слова крови. Любая. Слово любая. Что значит? Любая пища, когда выпущенная кровь. 15 глава Деяния Апостолов. Они поясняют. Не ешьте с кровью. Написано. Я вам говорю, а вы не слышите. Пища любая, но только выпусти кровь. Ну, понял. Ну, тогда запрещается в Ветхом Завете синина тоже. В Ветхом Завете не разрешалась кровь. Но там определенно было. Если рыба не имеет чешуи, нельзя. Если животное жвачку жует, как верблюд. А у него копыта не раздвоенные. Нельзя. Надо, чтобы копыта были раздвоенные, как у коровы. Разрез. И жвачка жевала она. Тогда можно. Почему такие законы были? Моисею Бог дал этот закон по вашему усах. Я понял. Почему он такой закон давал? Почему он такой давал? Определенная цель была. Когда были в Египте, они поклонялись быку, быкапис, божество. А теперь, сжатые условиями, нельзя ничего быка может. Они стали резать и видеть, никакой это не бог. Отвергнуть от идола поклонство. А потом он доказал это и потом еще разрешил получать. Ну, святые отцы разъяснили. Мы приняли это. Мы же православные. А в церковь вы ходите, нет? Вот обычная церковь. Обычная, это наша церковь. Это православная церковь. Я понял. Просто хочу уточнить, у вас никакой отличий нет. Вы делаете земной поклон. Да, насколько я знаю? Земной поклон делаем, где положено, по уставу. А я, насколько я знаю, эти святые отцы не делают, которые в церквях сидят, нет? Ну, меня зачем за них судить? Они за себя ответят. Я вот зашел в мечеть, а у них, когда между двумя намазами, был перерыв. Я поклонился несколько раз. И последний поклон у меня был вот так, как мусульмане молятся-то. А я гляжу, там они вдоль стены сидят. Видно, мужики такие боевые. Ну, прям смотрят так сурово. Я когда встал, они вокруг меня вот так стоят все. Когда стал говорить, они по плечу хлопают, веселые такие. Я учился в Петербурге там. Это было в Баку. У нас очень хорошее отношение с ними. Сейчас себя сдержите с ними? Нет? Общаетесь? Сейчас, в данный момент не общаемся. Это мы ездили, когда миссионерские повестки были, у них останавливались. Там и ночевали мы, и пили, и ели. А вы не поддерживаете, да, эти, получается, вот эти, как у вас называется, монахов? Монахи? Да. Монахи, которые ниже. Ну, и лично я говорю, что человек один, это хорошо. Но на себя вот эти убрать условия, сидеть за стеной не надо. Христос говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Проповедуйте Евангелие. Евангелие в Библии находится всей твари. Кто будет веровать и креститься в воде, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Они не читали этот стих или что с ним? А я за них не отвечаю. А они за меня отвечают. Я подопечный. Сколько вам полных лет? Мне? 83. 83. Как ваше здоровье? Ну, как здоровье? Хорошая работа, работаю все время физически. Вот. Дальше. Сон хороший. Аппетит хороший. Настроение всегда радостное, что я со Христом. Я смерти не боюсь. Я заказал гроб. Привезли, у меня гроб рядом стоит. А можно посмотреть? Нет, нельзя. Это надо здесь зайти. Сейчас в Сенке там Сеня стоит. Там красивый гроб такой. А вот обязательность, чтобы в гробу похоронили, можно без гроба или нельзя? Не принято у нас так. У нас всегда гроб. Какой бы ни был. Старики раньше брали толстое дерево и выдалбливали. Без гвоздей. Отдельная колода. Тяжелая, конечно. А атеистов тоже, да, в гробу надо? Как? Атеист. Если он не верил в Бога. Ну, они верят в Бога. Его и нет у нас здесь. Если он не верующий, тоже в гробу будет. Так принято где-то. Но ему ни молитвы, ничего нет. Захоронили и все. А у вас сыновей, дочерей есть? Как? Ну, дети есть у вас свои? Да вам зачем это знать? Да, просто есть. Да просто это пустота. Надо спрашивать то, что есть душа. Дети есть. А где учатся? А у детей дети есть, внуки? У меня столько детей, которые меня отцом называют, которые обратились от тысячи. Тысячи, не сотни, а тысячи людей, которые считают меня отцом своим. Я имею ввиду, у вас получилось их тоже воспитывать в таком религиозном, то есть таким религиозным человеком, как вы? Если человек один живет, я для Бога все посвятил сто процентов. У меня ничего нету ни своего, ничего. Что можно было? Я все отдал Богу нищим, нуждающимся людям. Кто-то переезжает, у кого-то детей много. У меня ничего нету. Мне не давала советская власть. Она меня сажала, и я вышел из тюрьмы последний раз в 87-м году, только 25-го марта. Меня гнобили они 26 лет. И психиатрия, еще не делали надо мной опыты, поднимали, накачивали как бочкой. Я все равно остался живой. А один еще вопрос. Вдруг, если окажется, что вы ошиблись? Я ошибся? Ну, вдруг, если вот так. Ну, вот так истина. Очень просто. В первую очередь, мы признаем Отцом Небесным, Создателя мира. Об этом говорит священное, неизменное писание. Не как мусульмане. Сколько раз переписывали, подделали под себя. Ну, бровец, что попало. Бог говорит, небо и земля исчезнут, но ни одна черточка не исчезнет. Я сравнивал с древними. Мне Бог дал знания нескольких языков. На разных языках считал. И одинаково все написано. Буква-букву. А Коран как написан? Не знаю. Это ваша книга. Знаете ее? Зачем мне лезть? У меня это табу. Табу. Я три слова стараюсь не произносить. Аллах, Мухаммад, Коран. Три слова я стараюсь с мусульманами не произносить, чтобы не драконить их. Я говорю, у нас в Библии святой написано так то. Меня Бог не послал опровергать что-то, а знать свое писание и сказать, что ли, 12 диан апостолов. Он говорит прямо, апостол, нет другого имени, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. Нет другого имени. Вот и все. По моей вере вы сами себя определите, где вы будете. Ну, по нашей вере чуть-то по-другому. Да что там по-другому-то? Я вот спрашивал, сколько скажем. Я спрашивал мусульман, говорю, скажите, у нас Моисей, у вас Муса. Это один, один, один. Я говорю, ладно, у нас Давид, а у вас Дауд. Один? Один. Ну, я говорю, у нас написано. Вот, и дальше начинаю говорить, Соломон, а у вас Сулейман. Это один и тот же. Он говорит, да, один. Теперь дальше. У нашего Моисея пять книг. Бытие, Исход, Левит, Чисто, Второзаконие. У вашего ни одной нету. Почему? Если он один и тот же, куда они делись? Дальше. У нашего Соломона четыре книги. У вашего Сулеймана ни одной. У нас притча Соломона, премудрость Соломона, песня песней, экклесиаст. У Давида сто пятьдесят псалмов, у вас ни одного. Сравнивать даже не приходится. А почему? А тот, кто вашу религию образовывал, он был человек... А Тора же, поисея, Мусы нет. Как? Тора. Ну вот это Тора и есть пять книг, называется Тора. Ну это Муса. Вот откройте пятую Суру. Вас не слышно? Как не слышно? Вот все у меня тут. Это у вас что-то там барахлит. Не слышу вас. Микрофон выключили. Нет, не выключен. Все выключен. Сейчас я перезвоню вам. Вас не слышно сейчас. Что-то полетело все. Ну что-то боком. Слышите меня, нет? Ну я слышу, но вас не видно. Не видно. Что-то крутится все. Да, что-то телефон падает у меня. Это ваше имя, Абдул-Лох? Как Абдул-Лох? Слово Абдул, а Лох это придурок называется. Что у вас два слова такие, нехорошие-то? Как призывается... Лох, Лох. Вот Абдул, это ваше имя, я согласен. А слово Лох, это человек такой недалекий, которого обманывают всех. Так, все, пока, подождите. Кто? Я! Давай. Сейчас здесь, Михаил. Я побуду у тебя. Так, слушаю. У вас все записывается, выставляется в интернет. Повторите, вы не против? Да, да, не против. Да, да. Которое предыдущее видео тоже выставляется, а то там ничего, ни о чем. Что, Повтор, не понял я, что говорите? Ну, сейчас мы прервали связь, до этого видео, которое вы записывали, тоже будете выставлять? Ну, обязательно. Это мы же не плохом говорим, о вечности. Нет, я понял. Абдул-Лох, это мое не настоящее имя. Я не Абдул-Лох, я просто так зарегистрировал. Ну, если просто Абдул, то это понятно. А слово Лох означает, его все обманывают. Лох. Нет, я понял, здесь не совсем это имеется в виду. Абдул-Лох, это Аллах. Аллах. От этого взятый корень. Не знаю. Я вам сказал, как у нас по-русски это звучит. Нет, я понял по-русски так, но у нас, если переводить так, смысл, раб Аллаха вот так. Ну, ладно, не об этом. Так, вопросы ваши, давайте. Вопросы? Да, какие вопросы? Познакомьте нас, кто-то подошел. Ну, подошла моя хозяйка. Подойди маленько. Вот как одеваются у нас они, смотри. Платье до полу. Ладно, не надо. Вот, правильно. Не все так одеваются. У нас так одеваются. Она в полном послушании. Я сказал, для нее это закон. А это ваша жена? Да. А вы не женаты же были? Что? Вы в прошлом видео говорили мне, что вы не женаты. Не говорилось. Откуда у вас вся эта бредня-то идет? Что бы я говорил, когда жена есть? То ли с похмелья, то ли еще. Да, вы что, я не пиваю. Ну, так еще же придумаешь каждый раз. Что-то жена сказал, я не женат. Это как не женат? Да, я извиняюсь. Я если найду этот ролик, где вы говорите, можете ящикся. Ну, вы хорошо слышите. Не надо. Так, я пустое. Говорите по делу. Что интересует о душе вашей? Зачем, если вы мусульманин? Вы мусульманин? Да. Почему вы бороду бреете? Нарушаете то, что Бог сотворил. Зачем тебе похоже на бабу быть? Подкаблучник несчастный. Я подкаблучник? Ну, конечно. Это гомосексуалисты придумали бороды брить. Женятся мужик на мужике. Мусульмане, люди смелые, они отчаянные такие. Бороду не трогают, но усы бреют. А у вас и бороды-то даже нету. Ну, не прям нету. Ну, это фальшивые мусульмане, не настоящие. Я настоящих мусульман знаю. У нас приезжали, они крещение принимали. Это хорошие христиане из них. Хорошие мусульмане, хорошие христиане? Да. Верно, работяги. Проповедники. Вы почему-то сразу начинаете оскорблять человека. Иисус тот же самый был, как увидел так грешен. Какое оскорбление? Я сказал, мусульмане, которые принимают христианство, очень хорошее. Вот один стал священником и показывает, какая семья, какие дети у него. Из мусульман очень хорошие священники получаются. А из священников хорошие мусульмане получаются? Не знаю ни одного пока. Ну, я очень знаю и ни одного. Никак. Тут один есть такой полосин. Он там перешел. И вот такая свиньящая щетиночка, как у вас. Совсем другой. Растолстел вот такая вот у него физиономия. Почему такая ненависть у вас? Какая ненависть? Он был такой, я знаю. А стал таким. Какая ненависть? Если сказать правду, это ненависть для вас. Вы правду не любите. Я называю кто? Волосин. Полосин Вячеслав. Он был священником. Его там поставили каким-то ученым, чуть ли не мулой. И он там выступает, городит такую нечисть, слушать нечего. Писание не знает. Давайте по Писанию. Я открою Библию, и вы откройте свою книгу. И вы увидите, какая разница. Вы, я когда говорю, откройте пятая сура, шестьдесят восьмой аят. Из тысячи только один открыл. Вы вообще не знаете свою книгу. Там написано, Всевышний дал нам инжил, в скобках Евангелия, чтобы я по нему и жил, я по нему и живу. По Евангелия. Евангелие означает добрая весть. Добрая, что Иисус умер за нас, воскрес и дарует жизнь вечную. Он мои грехи взял на себя. Не баран какой-то. Вот видите, опять начинаете, сразу переходите. Почему? Как? А в Ветхом Замятии было так, что баранам приносили в жертву. Он напоминал о грехе. Как это так? Вы не считаете, не знаете. В исходе книга вторая Торы об этом говорит. Вы сказали, у нас у Муса нет книги. Я говорю, Таурат. Это же его книга. Так, вы из Евангелия можете хоть одну цитату привести? У нас же был разговор. Вы забыли, наверное. Вы помните меня, нет? Да где вас помнят? Безбородые. Вы все одинаковые. Нет. Почему одинаковые? У нас был дискуссия. Вы в интернете стоит видео. Парень с дюбитейкой. У меня тогда была дюбитейка. Я сидел там. Вы спросили у меня, что на футболке написано. Тогда была черная футболка с таким, я не знаю, пин-вином. Не знаю, не знаю. У меня только роликов 25 тысяч. Я бы кого помнил. Своих роликов 25 тысяч. Мне помнить не надо. Мы говорим обоих. У меня три канала. Нет, я в ютубе наш ролик смотрел, мы потом выставили. Я не добавляю, не прибавляю. Все как есть, так и выставляю. Вот и все. Мне не надо добавлять. Это жизнь наша. А в гости можно приехать к вам? Зачем? Да посмотрите, интересно. Ну вот смотрите. У нас все в роликах помещено. Без разрешения никому не разрешается. Два человека без разрешения поехали. Обоих нашли мертвыми. Одного нашли в кустах, замерз ночью, зимой. Тут остановка не... Где остановиться-то? А другой попал под поезд. А кого разрешаем? Кому разрешаем? Мы их встречаем. Там... Если у человека жена умрет, ему можно повторно жениться на другую? А куда тут девать? Умрет. Нет, которая умерла. Когда умрет, ну тогда вторую можно, но только наказан будешь на два года отлучен от церкви. А на два года нельзя ходить в церковь? Ходить можешь, но только до определенного момента стоять на улице, а потом заходить. И священник, повторю, жонца, не может у них присутствовать на бракосочетании. Повенчал и все. Бывает и третий брак, она внезапно умерла. Отлучается на пять лет, а четвертого брака вообще нету. Уже никак. Это прям прописано в Библии? Как канона? У нас называется книга «Правил канона». 719 правил. Семь вселенских и девять поместных соборов. И тринадцать святых отцов. Которые создали эту книгу. А слышите тоже мусульманские лекции, где читают, доказывают, что Библия изменена? Ну и пускай доказывают. За это он будет отвечать, не я. Он ничего не докажет. Он ничего не докажет. Вот выступает, такое-то там показывает. Я его слышал. Он через каждое полслова врет. В Библии нигде не сказано, что Христос называл себя Богом. Это мусульманская штучка. А Евангелие от Иоанна, 13 глава, 13 стих. Иисус говорит, вы меня называете Господом, и я действительно то. Как можно это убрать-то? Я говорю, апостол Павел говорит, Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедовал в народах. А не так это Павел написал. То есть они в нашей книге носом ковыряются, как свинья. Я вашу книгу не трогаю, не критикую, ничего. Имейте уважение к собеседнику. Книга Библии – это главная книга мира. Вот Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стих. Иоанн Хреститель видит Христа, идущего к Хрестителю. Вот Агнец, ягненок Божий, который возьмет на себя грех мира. Ягненком назвал его. Бог умер за ваши грехи, правильно? Да, все грехи мира Иисус взял на себя, умер. Омыл нас кровью своей, незримо. Теперь вы, ну, раз Он взял на себя грехи, не будете отвечать за свои грехи, правильно? Не будем, Он ответил за нас. Ответил. Если я сейчас согрешаю, для этого есть покаяние перед священником где-то. Но написано, рожденный от Бога не грешит. И рожденный от Бога не может грешить, ему это противно все. Вот меня спрашивают, вот спрашивают, я живу там среди таких людей, там на работе, там они матерятся. Говорили, пойдешь там в армию, тебя научат. Я 83 года ни одного мата не сказал. Ни одного. Ни в пионерах не был, ни в комсомольцах. Вот если бы раньше я не уверовал во Христа, вот 27 сентября, понедельник, было ровно 60 лет, как в руки, мне дали Святую Библию. И я уверовал. Работал в это время я на корабле матросом. И моя жизнь полностью изменилась. Я кем хотел быть? Я хотел быть террористом. У Жохара Дудаева был бы. Но Бог меня показал, не ты будешь убивать коммунистов, а тебя будут за то, что они с моей Родиной сделали. С коммунистами. Я это готовился, на это из себя резал, там стоя спать, и все, чтобы уметь делать. И чтобы никакую пытку не... Все претерпеть. У меня везде патроны, ружья натыканы были. Ложусь спать, у меня под головой ружье, топорик, и рядом собака. И Бог меня избрал и сказал, тебя будут убивать. И вот меня 26 лет мучили. Я благодарю Бога. Какой у меня опыт. Этого опыта не найдешь сегодня. Где вас мучили 26 лет? По разным местам. Я был в пяти тюрьмах и в лагере. А лагерь Жанатас. С Жамбульской области, Казахской ССР. Среди мусульманами был. С мусульманами был. Сидели вы? Ну, я вам сказал уже третий раз. Вы то ли не слышите, то ли придуряетесь, не пойму. Одно и то же переспрашивают. Это человек, который живет не с одной женой, у него мозги проблужены, мозги. Там дыра в голове. Почему сразу вы так начинаете открывать? Ну, так я знаю, от чего человек. Компьютерные игры и наркотики, блуд. Вот это разум полностью снимает. Мне 83 года. Я наизусть цитирую сотни тысяч мест. Из святых отцов, поэтов, считаю. Я никак не могу понять, что мне 83, будто мне лет 25-30. Вот в этом возрасте. А спецоперации не хотите идти, Дайка? А что именно? Спецоперации. А вот которые туда идут-то? Не по возрасту никак. Мы оружие в руки не берем. Наше содружество, которое люди. Они ни в одного мусульманина стрелять не будут, ни в кого. Вот они сейчас, вот сколько, два дня назад у меня правнука отправили. Двоюродного. Мы специально подаем заранее. Они идут в военкомат и говорят, что от армии мы не косим. Идем. Присягу не принимаем. Переодеваться не будем. Любую работу на заряжающем или корректирующем огонь, подначающем снаряды стрелять мы не будем. Мы можем спасать раненых. Вот как написано. Это фильм такой есть. По совести там написано. По соображениям совести. Там какой-то православный сектант. И он, в армию его взяли, и он раненых спасал. Реальная основа. Он даже получил какую-то медаль или орден от президента США. Он больше ста человек спас во время битвы. Когда все вокруг горело и опрокидывалось. Он спасал и спасал. Вот мы не стреляем. Оружие в руки не берем. Присягу не принимаем. Это наше общество. Тридцать человек, да, ваше общество? Ну, я не про человека говорю. Тридцать лет, я сказал, а вы на человека скинули. Что-то ты сейчас взял. Вам сколько лет? Сколько лет вам? Там много. Ну, сколько? Я сказал вам, мне 83, 84. Сколько вам? Вы тоже не помните меня. Почему тогда? Ну, в общем так. Не говорите, таитесь. А почему таитесь, а я не таюсь? Говорю, сколько? 10 июня 1939 году родился. А вы прячетесь. Почему? Не знаю. Да я знаю почему. Потому что вы уже сейчас не на месте. А до моего возраста вам никогда не дожить. А причина какая, что я не на месте? Блуд, блуд. Вы блудники. Да. Мозги проблудили, одна дырка осталась. Блуд, это имейте в виду, что? Многоженство. Многоженство. Так, у меня нет многоеженства. Вы же не считаете это за грех-то, и поэтому... Как я буду считать за грех, если религия моя разрешает? Так, я ответил все уже. Вот это я уже третий раз повторяю вам. А вы все забываете. Вы забываете, не я. Ну, вы же меня за сколько минут разговаривали, назвали под кабунком. Так, по делу давайте. У меня нет времени тут разговаривать о пустяках. Иначе я сейчас отключусь, отойду. Давай. Хорошо, так разрешено. Давай, Абдуллах. Абдуллах, давай, говори. К вам приехать. Вы не поедете. Вам это не надо так языком-то шевелить зряшно. В смысле, языком. Языком, зря говоришь. Во что не веришь. Я справлюсь своему. Я вам ответил уже. Ответил уже тоже третий раз. Что ездили, которые без разрешения приехали, а они кончили очень печально. У нас не разрешено приезжать, тем более зимой. Хорошо, я сейчас понял. Не разрешено. Не разрешено. У нас много людей приезжает с разных стран, но по разрешению. Но обязательно, чтобы оказал вам помощь, правильно? Ваши условия. Нет? Что? У вас требования такие, кто к вам приезжает, он должен оказать вам какую-то помощь. Что-то привезти, деньгами, чем-то. Не надо. Ни деньги, ничего. Никто не привозит. Это сам придумал. Сейчас тебя сатан, наоборот, толкает эту ложь. Нет этого. Приехали друзья. А что, работать будет он? Кто не работает, тот и есть. Я всякие ролики смотрел. И кто привозил? Какие деньги привозил? Назовите хоть одного. Да нету. Не деньги. Пробишь там, привезли, вещи вам давали. Какие? Да всякие там. Ну какие конкретно? У меня ничего нету. На мне все старое. Так, говори, какие вещи мне давать надо? Там ролик есть, я вам скину. Нету, ничего не скинете вы. Они приезжают помочь. Мы строим, допустим, государство не строит, дорогу, ничего. Мы своими силами все делаем. Пруды восстанавливаем. Работа огромная проделана. У нас кто-то другой снимает, выходите с ними, развивают. У нас приезжали на крещение из Ливана, из Италии, Германии, Франции. Я начальник детского лагеря, сам образовал детский лагерь. 45 лет директор. Без помощи государства тысячи детей подняли. Молодец, что я могу сказать, раз так делай. Да. Строгая дисциплина. Какие дети растут. Привозили ко мне и мусульман, и сектантов разные были. Свидетели Егор тут, нет-нет-нет, протестанты, как назвать. Тоже приезжали у вас, пели песни, как устроили. Да, приезжали. Да, да, да. Приезжали. Да, в машинах я не видел ролики. Ну, а как вы их увидите, когда вы их не знаете, когда ребятишки там бегают? Как вы будете знать? Разные у меня дети были, отовсюду. Так, все. Вопросов нет, отхожу. А когда можно звонить вам, если вопросы появятся? Ну, нет у вас вопросов сейчас. Время тратить я не могу. Нет, потом я могу на обратном. Ну, это видно будет когда-нибудь, через месяц. Через месяц. Хорошо, я вопросы при которых наберу. Да, настоящий вопрос, а настоящих друзей приведи. Я тебе жену показал, ты мне покажи свою жену. Я вам наберу тогда. Ну, так, ты понял? Обязательно с женой приходи только, без жены не являйся. Ну, приходи, приходи. К вам же нельзя в гости, если только он звонит. Вот сюда, по экрану. Хорошо. Все. До свидания. До свидания.